А у нас в студии уже Катерина Алиник, эксперт эко-косметики. Ну что ж, Катя, ты у нас уже не первый раз, уже постоянная наша гостья. Давай расскажем поскорее уже нашим телезрителям, что мы интересного сегодня им покажем и расскажем. Мы будем разговаривать сегодня о правильности выбора шампуней и бальзамов для волос. И как ими пользоваться? Доброе утро, ребята. Да. Сегодня очень важная тема, очень актуальная, шампуни и бальзамы для волос. Это такая простая тема, все думают, что все знают, как правильно использовать шампунь, бальзам для волос, как правильно выбирать. Пришел по запаху, выбрал и все. Да, да, пришел по запаху, по цвету, по форме. У бутылочка понравилась. Бутылочка, да, но на самом деле все намного сложнее, все намного серьезнее, потому что промышленные шампуни в основном состоят из химических компонентов. Это и сульфаты, это и силиконы, и другие химические вещества, которые… А конкретно сейчас, что вы сейчас с собой принесли, Катерина? А, с собой, да, это натуральный шампунь. Как всегда, он используется только… Это натуральный шампунь в начальной работе. Да, натуральный шампунь, да, и бальзам для волос, натуральный, кондиционирующий бальзам для волос. Хорошо, лично. Да. Теперь я сейчас расскажу, в чем, наверное, разница между… Да, и насколько важными шампунями, которые мы можем… Да, чтобы телезрители поняли, почему именно важно использовать более натуральные средства, чем промышленные. Итак, как я уже сказала, что в промышленных шампунях состоит… Он состоит из химических веществ. Сульфаты, силиконы, в общем, и что… Они вредят, наносят вред, не только… Конечно, то есть они, вот как раз эти компоненты, они пахутно влияют на нашу, во-первых, сердечно-сосудистую систему, в целом на наш организм, потому что все впитывается через кожу головы. То есть настолько глобально, просто помыв волосы… Просто помыв волосы, да, мы наносим вред этими сульфатами нашему организму. Далее, это, конечно же, в первую очередь наша кожа головы и сами волосы. Почему это происходит? Потому что силикон, который состоит в этих средствах, ну, когда мы пользуемся вообще шампунями промышленными, нам кажется, что у нас такие волосы хорошие, они легко расчесываются, они, значит, тяжелые, блестящие, шелковистые. Еще говорят, хрустят, когда… Да, даже как снег. И это значит, что они чистые. А, ну, наверное, скрипят. Да, скрипят, да. Да, значит, это происходит потому, что силикон искусственно уплотняет и толщает нашу структуру волоса и создает, как бы, такой кокон. Но, как раз из-за этого, ну, из-за этого волос внутри, он иссыхает. Он не получает никаких питательных веществ, он не увлажняется этими псевдошампунями. А, то есть это просто оболочка? Конечно, это просто оболочка, это просто маска, под которой наш волос погибает. И искусственно нам кажется, что у нас такие шелковистые волосы как раз-таки за счет этих силиконов. Как же правильно нам выбрать шампунь, исходя из того типа волос и типа кожи, я так понимаю, обязательно тоже? Дело в том, что слышала такой миф о том, что мы выбираем шампунь только исходя из типа волос. Но я так понимаю, что мы же моем и кожу непосредственно. То есть как нам нужно правильно выбрать шампунь для себя? Конечно же, шампунь в первую очередь нужно пробовать какими-то, ну, какой подойдет. Не нужно сразу покупать большой объем. Совет такой телезрительный, не нужно покупать большой объем, потому что шампунь может не подойти. Естественно, конечно, есть разделение как для сухой кожи головы, для более жирной. Но есть нормальная кожа головы с нормальным кислотно-щелочным балансом. Просто это нужно пробовать. Производители всегда указывают, какой шампунь это, для какого типа волос или кожи головы. А в зависимости от времени года, есть разновидности замены своего шампуня либо бальзама? Необходимо ли зимой, допустим, использовать более увлажняющие или наоборот летом? Смотри, я думаю о том, что мы ежедневно ухаживаем за нашими волосами. То есть, это и расчесывание, и это фен, и укладка горячая, термообработка. Поэтому волосы наши повреждаются всегда. Летом, конечно, они повреждаются еще больше, потому что они выгорают на солнышке. Поэтому, в принципе, всегда нужно круглогодично ухаживать за своими волосами, делать питательные масочки раз в две недели, бальзамочки. А я сейчас слышал, что вот слишком часто тоже пользоваться шампунями нельзя. Некоторые моют голову каждый день, а некоторые утверждают, что нужно это делать реже. То есть, это правда? Нельзя мыть голову каждый день? Нет, есть нюанс. Почему быстро жирнится голова? Как раз за счет того, что у нас уплотняется как раз эта структура волос и кожи головы, силикон, он накапливается на нашей коже головы. Поэтому нам приходится все чаще и чаще мыть голову. В принципе, голову нужно мыть, когда она жирнится, потому что грязь забивает наши фолликулы, наши поры на голове, и волосы просто плохо растут, они становятся ломкими, тусклыми, поэтому нужно мыть по показаниям. Но как раз таки, чтобы избавиться от этой пленки силиконовой, нужно попробовать переходить на натуральные средства для волос. Вот, как раз таки об этом мне хотелось поговорить. Какие же преимущества и есть ли какие-то особенности использования шампуня на натуральной основе? Конечно же, это такой процесс очень терпеливый. Нужно запастись достаточным терпением для того, чтобы уже почувствовать эффект, потому что эффект пройдет не сразу. Сначала нам нужно смыть эту силиконовую оболочку, все, что накопилось в наших волосах на коже головы. Это требуется от двух недель до месяца, в зависимости от частоты мытья головы. Получается, что мы, начиная пользование шампунем на натуральной основе, очищаем наши волосы. Да, очищаем наши волосы. Кстати, еще очень важный момент, нужно правильно уметь мыть волосы. Правильно? Правильно, да, это не просто... Мне на самом деле очень интересно понюхать, как пахнет шампунь. Что у нас использовалось в этом шампуне? Какие средства? Да, значит, если у нас в промышленных шампунях используются сульфаты, которые пенятся, очень хорошо лауреал сульфат, и мы, когда наносим шампунь на голову, у нас обильная пена, нам кажется, что за счет пены промываются наши волосы, но это некая такая обманка. На самом деле волосы не только из-за пены промываются, а если натуральные шампуни, они меньше пенятся, наверное, меньше. Первый раз, особенно, когда моешь. Как раз-таки из-за отсутствия ауриал сульфата. А я-то все же не думал. Они созданы на основе мягких поверхностно-активных веществ. Это, значит, овсяный паф, миндальный паф, яблочный, масло-бубасу. В общем, такие натуральные. А нужно ли больше их использовать, если кому-то все-таки не хватает этой пены? Или же нужно удовольствоваться тем количеством, которое получилось сделать во время мытья? Вот красота ошибки, которую делают многие, наносят очень много шампуна на свои волосы. На самом деле нам достаточно совсем небольшого количества шампуня. Просто главное его распределить на ладонях и нанести по всей коже головы. И обязательно провести немножко самомассаж, чтобы улучшить приток крови к нашим клеткам. Катерина, я еще слышал, что конкретно не надо мыть волосы, а надо мыть кожу. То есть мы на кончике пальцев наносим шампунь и так мастерим голову, правильно? Нет, не обязательно на кончике пальцев. Просто можно в ладошку распределить. И самое главное, еще нужно немножечко разбавить шампунь на голове водой. Потому что тогда он будет больше разойдется после головы. И нужно его массировать, эту кожу головой, до тех пор, пока волосы, не сказать, более скрипучими. То есть для них как раз-таки больше от пены зависит. А еще такой вопрос. Очень часто выходят бальзам и шампунь в серии. Необходимо выбирать для себя обязательно из одной серии бальзам, или же можно каким-либо образом комбинировать, если, допустим, просто нравится аромат? Конечно же, можно комбинировать шампунь. Вреда мы не нанесем таким образом. Конечно, нет. Мы можем, допустим, использовать шампунь, обычный шампунь, который просто увлажняющий, питательный, созданный на нейтральных компонентах. Он не будет вредить вашей коже головы, так как изначально он же не состоит из агрессивных поверхностно-активных еще компонентов. Поэтому бальзам мы можем взять какой-то увлажняющий, регенерирующий, ну какой-то суперпитательный. Поэтому, в принципе, принципиальная разница. А такая эко-косметика – это дорогостоящие удовольствия, или все-таки можно рассчитывать на более, скажем так, адекватную сумму? Нет, довольно-таки адекватная сумма. На ней шампунь стоит 130 гривен. Я думаю, что для здоровья выбирать между более дешевыми средствами… На самом деле, есть неоправданные факты о том, что эко-косметика и все, что используется без каких-то особых технологий, всегда более бюджетный вариант. Да, но на самом деле это не так, потому что это очень дорогостоящие средства. Хотела вам предложить бальзам для волос. А насколько важно именно бальзамом потом пользоваться? Я хочу сказать, что запах отличается, но не менее приятный. Дорогие телезрители, если бы можно было передать аромат, было бы, конечно, замечательно. К сожалению, камера… Татьяна, ты можешь передать мне аромат? Пожалуйста. Важно пользоваться бальзамом, потому что бальзам нормализует как раз-таки кислотно-челочную баллонность наших волос. То есть он также питает наши волосы уже после того, как мы их очистили шампунем, наши волосы готовы воспринимать все увлажняющие компоненты. Для мужчин, для женщин есть различия на упаковке? Можно искать какие-то слабомаркеры или все-таки продукция, она может быть универсальная? Нет, я думаю, что все-таки она может быть универсальная. Также хотелось бы отметить, что такие бисульфатные шампуни можно использовать людям, у которых всяческие дерматиты на коже, то есть псорезы. Они не будут агрессивно, да, они не будут агрессивно задействовать на кожу головы, не будут ее так сильно раздражать. Также, да, крашенных волос подходят такие волосы, потому что она не разрушает структуру, не расслаивает ее. То есть получается, у людей, у которых еще существует ряд каких-либо косметических проблем, связанных с волосяным покровом, они могут использовать спокойно? Ну, конечно же, не стоит забывать о том, что это натуральная косметика, и чувствительность к компонентам может быть у каждого человека, даже к обычным компонентам к меду. То есть нужно попробовать по чуть-чуть. Нужно попробовать, да, нужно попробовать. То есть аллергетикам нужно быть внимательными, изучать упаковку, состав, правильно? Да, да, конечно же, нужно внимательно изучить состав, посмотреть, все ли вам подходит, и тогда уже можно пробовать. Ну что ж, спасибо тебе большое за такую содержательную беседу. Мы бы хотели напомнить о том, что в нашей студии была Екатерина Олейник, эксперт в эко-косметике. Дякую, что рассказали, ведь не только жекам, человекам тоже было интересно. И будем ждать от тебя новых идей, новых историй касательно и мастер-классов в эко-косметике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова